Сегодня стартовала оставшая уже традиционная ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться». В рамках этого мероприятия первоклассники из семи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили возможность подготовиться к учебному году и приобрести школьную форму. Организатором выступило Министерство внутренних дел республики. Также участие в акции приняли сотрудники службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказания, Следственного комитета и другие. Подробности у Мурата Джанкезова. Вот уже восьмой год МВД по Карачаево-Черкисии проводит эту благотворительную акцию. С наподственными словами к детям обратился замминистра внутренних дел Александр Середа. Нашим ребятам хочу пожелать накануне 1 сентября только отличной учебы, хороших друзей в школе, еще раз вас с праздником и в добрый путь. На информационные письма общественного совета при МВД КЧР откликнулись не только представители силовых ведомств, но и работники «Газпром», «Межрегион», «Газчеркеска», «Руссети», «Северный Кавказ», предприниматели и просто неравнодушные граждане. Я скажу, что энергетики с удовольствием принимают участие в таких акциях, потому что для нас большая честь делать доброе дело, приобщиться к добрым делам, которые проводятся в республике. Служба судебных приставов каждый год участвует в подобной акции. Мы всегда с радостью готовы помогать детям собраться в школу. Мы надеемся, что эта акция поможет нашим деткам пойти в школу подготовленными. Сегодня более ста первоклассников вместе с родителями выбирали школьную форму в просторном магазине, где представлен широкий ассортимент детской одежды. Мы выбираем своему сыночку, старшему, который идет во второй класс, школьную форму. Очень приятно, спасибо большое за такую поддержку, это очень важно, потому что много нуждающихся семей, особенно сейчас, после этой пандемии, ну очень тяжело и с зарплатами, и с деньгами, поэтому спасибо большое, очень приятно. Да, наш магазин не остался в стороне, и мы сегодня одеваем 20 детишек, и мы очень рады их полностью предоставить. У нас широкий выбор, ассортимент, доступные цены, и я надеюсь, все останутся довольны. Ребенок сегодня должен выбрать вещи, которые ему понадобятся именно к подготовке к школе. Это школьный ранец, это школьная форма, это колготочки, это юбочка, спортивная одежда, спортивная обувь. То есть все, что ему пригодится к школе, он может сегодня выбрать. А вы видели сами цены, они очень даже доступны. Ребенок может с ног до головы одеться и подготовиться к школе. Акция разделена у нас на 4 этапа, и направлена она, первый этап мы сегодня проводим, под названием первый раз в первый класс, и одеваем всех первоклассчик, которые к нам обратились. На втором этапе будет оказана помощь детям, состоящим на учете, третий – для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И на четвертом этапе, весь сентябрь, будут выявляться дети, которые не посещают школу, и, соответственно, им будет оказана всемирная помощь. Мурат Шанкёзова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия.